Привет, самооборонщики! Сейчас рассмотрим ситуацию, очень частую бывает в барах, в клубах, да, есть любители там посидеть, ну бывает такое, я не из них, но покажу, что может быть. Пошла ситуация, разговор, да, что ты мою там смотришь на пятую точку моей принцессы, ну все типа и начинается, пошли по базарю, да, ну пошли, идете на улицу, начинается выход на улицу. Сразу будет момент, да, когда противник только вышли, развернул и сразу наносит правый боковой, если этот удар пройдет, ты будешь к нему не готов, 90% того, что ты ляжешь на асфальте и очнешься только завтра, да. Это очень опасный удар, 90% драк заканчивается первым ударом, я об этом говорю в видеокурсе Стритайт, ты его можешь скачать под этим видео абсолютно бесплатно. Поэтому сразу, ты идешь, да, выходишь из помещения, только вышел на улицу, сразу делай вид, как будто, да, рукой поднял, голове там почерсываешь что-то или поглаживаешь себя. Почему левой рукой большинство ребят правши, поэтому удар будет с правой руки, если с левой, ты тоже успеешь перекрыться только в эту сторону. И пошел разворот, у тебя рука уже здесь. Все, твоя задача поднять локоть, перекрыться полностью, перекрыть это движение, закрыться отсюда. Правая рука у тебя рабочая, когда ты перекрылся, правый локоть снизу пробиваем, четко, хорошо, ясно. Правый локоть снизу, попадешь в бороду, зубы полетят, попадешь в нос, юшка пойдет, глаза заслезятся. Очень практичный удар. Отсюда после локтя сразу делаем прихват за одежду или накладочку за затылок и колено между ног, сразу в пах. Понятно, что да, там есть моменты, не все хотят бить в пах, не по-пацанячий, но ты как бы и не говоришь, что ты бил в пах. Ты можешь сказать, что бью в корпус, бил в корпус, попал в пах, если пойдет какой-то разговор. Ну, противник уже будет все равно к этому времени. Локоть пробил прихват, в пах пробил раз и в голову. Можно одной рукой сделать накладку, можно двумя. И колено уже в голову добавить. Этого будет достаточно, чтобы он поплыл. Если недостаточно стоит на ногах, просто оттолкни или потяни за одежду. То же самое. Сейчас с другой стороны та же самая ситуация. Пошел выход на улицу, начинаешь уже почесывать. Развернули, пробили. Если бьют левой рукой, я левой чешу, я перекрываюсь так само. Понятно, что так делать тяжелее, более опасно. Но если голова опущена, обязательно подбородок прижатый. Я здесь чешу, и он бьет левой рукой. Я перекрываюсь просто так же сам. Делаю накладку, уже удар принимаю на руку. Не настолько будет полезен. Принял удар на руку. А отсюда я уже могу своей правой рукой ответный боковой сделать в челюсть. И дорабатывать так само. Прихват, колено, колено. То есть все то же самое зеркально. Если работа правой рукой, как мы работали, да, я выхожу. Он меня тянет. Он меня тянет. И правой рукой наносит. Все то же самое. Правый локоть снизу. Бам, голова ушла. Колено в парк. Колено в голову. И вот это наработка. То есть, но в любом случае ты должен быть готов к тому, что ты получишь первый удар. Если пошла такая ситуация, выйдем побазарим, что называется. То есть, если он идет сзади, ты идешь спереди. Понятно, что в спину мало кто будет бить. Даже там такой отмороженный гопник. Ну, может быть, конечно, там по дороге взял бутылку и сзади тебя по затылку глупил. Поэтому до этого нужна дистанция. И здесь, когда ты уже выходите на улицу, да, ручка здесь. Тебя разворачивают. И вот здесь удар первый бывает очень часто. Развернули и сразу садили. Надо обязательно прикрыться. А дальше уже по ситуации, но очень хорошо сделать именно эту комбинацию. Прикрылся, локоть снизу в бороду и колено между ног. Дальше дорабатывай. До встречи в следующих видео уроках. Подписывайся на канал. Бесплатные видеокурсы в конце видео, под видео. И удачи в тренировках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова